Послание к евреям, глава седьмая Мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий Ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал Десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов левийных имеют заповедь — брать по закону десятину с народа, то есть Со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину От Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется Большим, и здесь десятины берут человеки смертные, А там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам левий, принимающий десятины, В лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах Отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством Левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, То какая бы еще нужда была восставать иному священнику По чину Мельхиседека, а не по чину Авраама именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, Из которого никто не приступал к жертвеннику, Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, О котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека Восстанет священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, Но по силе жизни непристающей, ибо засвидетельствована Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине Ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел До совершенства, но вводится лучшая надежда, Посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, А сей с клятвою, потому что о нем сказано «Клялся Господь и не раскается, Ты священник вовек по чину Мельхиседека», То лучшего завета поручителям соделался Иисус. Притом тех священников было много, Потому что смерть не допускала пребывать одному, А сей, как пребывающий вечно, Имеет и священство неприходящее, Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, Будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, Святой, непричастный злу, непорочный, Отделенный от грешников и превознесенный выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, Приносить жертвы сперва за свои грехи, Потом за грехи народа, Ибо он совершил это однажды, Принесши в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, Имеющих немощи, А слово клятвенное после закона Поставило сына навек совершенного.